Всем халло ребят! Я давно, еще в конце мая, очень хотел упустить пасхалки по Детройту, но так как я сдаю ЕГЭ, у меня просто катастрофически мало времени. И вот сейчас я немножко сфб отделся и решил сделать для вас видео. Здесь не обойдется без спойлеров, поэтому я буду помечать некоторые пасхалки специальным значком, чтобы вы вдруг не испортили себе впечатление о игре. Надеюсь на вашу поддержку в виде пальца вверх, ну а мы погнали! Игра от Quantic Dream. Ну вы чего ребят, неужели не думали, что тут не обошлось без Heavy Rain? Конечно же пара отсылочек добрались и до Детройта. В доме Карла на одной из полочек можно обнаружить вот эти две бумажные фигурки, мирно ожидающие игрока. Для тех кто в танке, это жирнющая отсылочка на один из маскотов Heavy Rain, бумажную птичку. Продвинувшись дальше по сюжету, можно также наткнуться на пасхалочку, связанную опять же с Heavy Rain. На вывеске кинотеатра будут красоваться вот эти вот надписи. И примечательный факт, эти надписи можно разглядеть только в кат-сцене. То есть после кат-сцены вы вряд ли сможете там что-то разглядеть. Но кстати говоря про прошлую версию PlayStation я не знаю. Так что владельцы прошки, отписывайтесь в комментарии. Кстати на самом деле на том билборде также спрятанная отсылочка и на Beyond Two Souls. To Infinite and Beyond это явно референс на знаменитую фразу База Лайтера, а чуть ниже No Mad Soul. В итоге пазл складывается и обретает форму. Довольно прикольные отсылочки, заставляющие напрячь свою зоркость и воспользоваться ею по максимуму. В игре Маркус будет играть на пианино два раза в двух разных частях игры. И как ни странно музыка которую он играет это саундтрек самой видеоигре. В одной из концовок Маркус начнет петь. А если вы еще не догадались, то эта песня была в трейлере игры. А следующую пасхалку наверное так же трудно уловить, как и те отсылки на Heavy Rain и Beyond Two Souls. Голоса в игре немного приглушены, да и не совсем четко слышно из-за отсутствия паузы, но все же отсылку удается проследить, если вы немного внимательны. Это довольно мимолетная, но прикольная отсылка на Хитмана, агента 47. Просто офигительную пасхалку можно обнаружить на свалке, куда выбрасываются андроиды. Сцена жуткая, но довольно эффектная. Если песенка, которую напевают сломанный андроид на вело, вам чувство дежавю, то это не просто так. В технической демке 12-го года все было абсолютно так же. Ну, отчасти. Окей, сейчас петь что-то в японском языке. Очень круто, что разработчики не забывают свои корни и делают подобные отсылки. И снова возвращаемся к предыдущим играм от Quantic Dream. Когда приблизится момент восстания, вам нужно будет выбрать один из символов. И если вы не играли в Beyond Two Souls, даже предположить, что это отсылка, будет очень трудно. Но внимательные игроки, прошедшие прошлый Тайтл Студии, поймут о чем я. Теперь мы плавненько переходим к другому андроиду, Хлое, которую можно лицезреть в менюшке игры. Она не раз вас подколет, когда вы захотите перепройти какую-то часть игры. А также Хлое сломает четвертую стену, когда в начале игры Элис и Карра погибнут. Если Хэнк и Коннор в конце останутся друзьями и к тому же выживут, то после титров вы сможете посмотреть довольно уникальную сцену. Это последняя пасхалка, и я сразу вас предупреждаю, что возможно это будет звучать как-то безумно и даже не связно. Но хотя некоторую логику здесь все-таки можно проследить. Как вы знаете, одного из главных героев зовут Коннор. Если вы уже прошли игру, то вы знаете, что он может умирать несколько раз. И если он умрет 10 раз, то вам дадут примечательную ачивку, которая называется I'll be back. Что-то это напоминает, да? Да, эту теорию излагали уже многие другие, но все-таки я решил ее упомянуть еще раз. Конечно же, это некий намек на вселенную Терминатора. Плюс модель Коннора РК-800. А как вы знаете, у роботов из фильма была модель Т-800. И это было все, что мне удалось найти. Очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, поэтому не стесняйтесь. Также вы можете подписаться, ведь вскоре я буду выпускать еще кучу видео с пасхалками. Если хотите, можете также подписаться на Инстаграм и ВКонтакте, ссылки на которые в описании. Буду очень рад вас там видеть. И на этой нотке я, пожалуй, закончу этот выпуск. Спасибо, что досмотрели видео до самого конца. Пишите в комментарии, если найдете какие-нибудь другие отсылки, секреты или пасхалки. Может быть, даже сделаем второй выпуск. Ладно, всем удачки, встретимся в следующем видео.